Пучини каким-то таким образом особенно чувствовал атмосферу французскую, и, конечно, вот эта атмосфера Парижа, дух какой-то, особенно, конечно, я имею в виду богему. Недаром Дебюсси писал, что я не знаю никого, кто бы передал так жизнь Парижа того времени, как это сделал Пучини в богеме. Хотя не потому, что Пучини ходил по Парижу и дышал этим воздухом, совсем нет. Он просто чувствовал, вот у Пучини было удивительное совершенно чувство современности. И мы видим, что эволюция его творчества, она как раз совпадает как бы с теми тенденциями, которые в это время вообще развивались в художественной жизни Европы. Удивительным образом, вот он это чувствует как-то. Ну, скажем, вот опять же, богема, да, где Париж-то, да. Вот в богеме как раз, еще ведь почему Дебюсси это увидел? Потому что там очень интересные гармонические находки Пучини. Пучини, вы понимаете, в это время уже развивается, в 90-е годы развивается импрессионизм. И гармония в богеме очень интересная. Ну, а что касается, скажем, его оперы Чио-сан, ну, вы понимаете, что работая над вот оперой Чио-чио-сан, он, конечно, очень серьезно занимался изучением японских песен. Он включает туда японские песни. И сборник ему, конечно, народных японских песен был предоставлен, он его изучал. И мы понимаем, что это начало 20-го века уже, и вспоминаем какие-то картины Матисса. И понимаем, что это действительно период, когда в Европе был колоссальный интерес ко всему японскому. И, скажем, там привозили какие-то вазы японские, ширмы японские, да, какие-то вот такое вот искусство. Ну, японский дизайн, вот это вот все очень привлекало в Европе. И он, так сказать, его интересы тоже перекликаются с этим. Ну, в конце жизни он пишет оперу «Турандот», действие, которое, естественно, происходит в Китае. И там тоже есть, там пентатоники много, и тоже вот какие-то, такие-то, так сказать, экзотические мотивы там тоже присутствуют. Поэтому он все время ищет какие-то новые сюжеты, новые, и новые интонации, и новые ритмы, и гармонии. Вот это очень как раз интересный такой процесс. Продолжение следует...